Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Прием КФУ-2016». И сегодня у нас в гостях директор Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Замлединов Радив Ревкатович. Здравствуйте, Радив Ревкатович. Расскажите, чем так привлекатель и интересен данный институт? Наш институт – один из самых динамично развязывающихся структурных подразделений Казанского федерального университета. Мы реализовываем очень интересные образовательные программы. В основном мы работаем в трех направлениях – это филология, педагогическое образование, а также искусствоведение и культуроведение. В области дизайна мы еще готовим специалистов, и, конечно же, тот статус, который получил, имеет сегодня наш ВУЗ, статус федерального, и наше участие в проекте «5 ТОП-100» дает нам очень много конкурентных преимуществ. И сегодня, если смотреть наши результаты приема в 2012-2013 годах и результаты приема в 2015 году, они отличаются. Отличаются, конечно же, в лучшую сторону. У нас качество приема меняется с каждым годом. У нас, как я уже отметил, реализовываются программы и в области культуроведения, на которые мы при приеме проводим свои внутренние испытания. И в связи с этим я хотел бы обратиться к абитуриентам, к родителям, чтобы они были внимательны к условиям приема, порядку приема, потому что, в отличие от других направлений, специальностей, прием на направления, связанные с культуроведением, а также с приемом на направление родной татарский язык и литература, у нас чуть-чуть отличаются документы. Мы принимаем только до 10 июля. Как выглядят эти внутренние испытания? Это устная или письменная работа? Это некий аналог единого государственного экзамена или единого республиканского экзамена по татарскому языку, где абитуриенты отвечают на теоретические вопросы, а также выполняют творческое задание. Что касается направления дизайна и музыки, там, соответственно, по направлению при поступлении на дизайн, это рисунок, а при поступлении на профиль музыка, там, конечно, это вокал и игра на музыкальном инструменте. А кем станут выпускники института? Вы знаете, мы выпускаем филологов, мы выпускаем учителей, мы выпускаем дизайнеров. И что нас радует, все выпускники, уже будучи нашими студентами на последних курсах, кто-то уже трудоустраивается, кто-то уже знает, куда пойдет работать. В основном, конечно, это система образования, это научные организации, конечно же, музеи, библиотеки, там тоже работают наши выпускники, и очень много наших выпускников сегодня работает в средствах массовой информации, на телевидении. Так много специальностей. А как обстоит дело с бюджетом? Ежегодно для нашего института выделяется около 300, более 300 бюджетных мест. В этом году наш институт получил 342 бюджетных места, из них 105 на магистерские программы и 137 это на бакалаврские программы. Каждого абитуриента, студента и выпускника волнует один вопрос. Как стать востребованным специалистом, закончив данный институт? Мы нашим студентам предлагаем дополнительные образовательные программы. При нашем институте функционирует Казанский международный лингвистический центр, где мы, прежде всего, конечно, нашим студентам, а также и населению предлагаем дополнительные программы. И что интересно, студенты, поступившие и на филологическое направление, иногда выбирают программы в качестве дополнительных образовательных программ, программы в области дизайна, веб-дизайна. Они потом, что интересно, и находят себя в данной области, в данной отрасли. Мы знаем, как меняется мир и как все меняется вокруг нас. Сегодня были востребованы одни специалисты, завтра это может быть совершенно по-другому, хотя примерный прогноз есть, но все равно, мне кажется, сегодня мы живем чуть-чуть в иных условиях. Спасибо вам за столь актуальную информацию, Радий Фривкатович. Можно не сомневаться, к вам поступят только самые талантливые абитуриенты. Дорогие друзья, как нам стало понятно, именно в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого можно реализовать себя в различных научных сферах. Возможно, ваше предназначение оставить великий след не только в науке, но и в истории самого Института. До новых встреч в КФУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова